Сердце важнее, чем понты. Вот эта жизнь ради успеха называется «жизнь страсти». Это объясняют. Жизнь в вежестве означает дебош, пьянство, разврат, бандитизм, депрессняк у женщин, разочарование, истерики катать. Это называется «жизнь в вежестве». Что такое жизнь в страсти? Жизнь в страсти означает, люди верят, что главное – это найти получше себе место, получше человека найти и впахаться, работать, работать до достижения успеха. Что происходит с этими людьми? Они постепенно истощаются, потому что у таких людей не включается переключатель. Люди не знают, что человек – это как батарейка работает, ему надо заряжать. Человек заряжается, когда он перестаёт от себя выжимать. Ему нужно просто любить всё, всем желать счастья. И это состояние называется «внутренняя жизнь». То есть надо выйти на улицу, побежать, допустим, сделать что-то доброе, пригласить друзей к себе, вместе с ним песни добрые попеть. Но это никак с работой вообще не связано. Ну то есть или сходить в храм, помолиться Богу. То есть переключатели у людей в страсти не работают, потому что некогда работать надо. Если посмотреть в глубину их сердца, то они находятся в страхе. Это состояние называется самовыживание. Люди не живут, а выживают. Почему? Потому что их ценности, они переставлены местами. Вот смотрите, они не понимают, что такое счастье, а что такое комфорт. Вот что такое комфорт. Комфорт — это когда у меня хорошая квартира, хорошая зарплата, хорошее положение в обществе. Это счастье или нет? У меня есть много знакомых, богатых людей. Они приходят ко мне, разумные люди, реально, и спрашивают, где счастье? У меня всё есть, мне не надо работать. Счастья нет. Где счастье? Я говорю, вы стремились не к счастью, вы стремились к комфорту. Счастье — это когда у тебя есть любовь к природе, ты обожаешь природу. Какую? Не Майами, не Рио-де-Жанейры, а местную. Вот природу, там, где ты живёшь, чтобы никуда не ехать. Прям люби вот эту природу, в которой ты живёшь. Дальше счастье — это когда у тебя есть добрые друзья. Понимаете? Это счастье. И когда ты чувствуешь святость в сердце своём, и когда ты чувствуешь Бога, когда у тебя есть любимое дело, которое ты любишь делать, это счастье, понимаете? Вот это счастье. А когда ты имеешь много всего, это просто покой. Когда человек достиг покоя, это не значит, что у него появилось счастье. Он просто уже не знает, зачем ему что-то ещё делать. И он начинает чем заниматься? Он начинает думать, буду жить где-то на юге, работать дистанционно, потому что мне чего не хватает-то на самом деле. Мне не хватает ещё большей возможности балдеть. То есть мне надо наслаждаться тем, всем, больше комфорта. Вот здесь мне не хватает. Он дальше. Это стоит ещё больше денег, ещё больше денег. И потом дальше мужчина обнаруживает, что с женой, блин, ну нет такого счастья, как я бы хотел. Значит, мне нужна любовница. Понимаете? Ну то есть без любовницы нет уже возможности быть счастливым. И так далее. Пока не разрушается всё у этого человека в жизни. Я не против успеха. Понимаете? Может ли быть богатым человек счастливым? Конечно. Если человек имеет деньги и может заботиться о нищих, заботиться о детях, вот в этой стране, в этом городе, если он может делать добрые дела, храм строить. У него куча друзей, у него самый лучший священник в городе, его лучший друг. Потому что он помогает этому священнику молиться Богу, чтобы молиться Богу. Ведь всё равно кушать надо. Храм, чтобы строить, нужны деньги. А у тебя есть деньги. И этот человек счастлив. Он с одной стороны зарабатывает, а с другой стороны знает, зачем это нужно. Кто такой богатырь? Да, богатырь. То есть тырь означает нести. Понимаете? То есть надзревнего языка. Не к себе под себя грести, а нести людям Бога. То есть богатырь – это тот, кто Бога людям несёт. Кто такой богатый человек? Богатый. Это тот, кого Бог наполнил. Богатый. Наполненный Богом человек. Понимаете? Ну, по-настоящему. Не то, что он нагрёб себе, понимаете. Веда говорится, что человек, когда себе нагребает силой, можно силой захватить власть, имущество, людей, деньги? Можно? Время. Конечно. Время. Можно. Но смотрите, что создаётся. Ты силой захватил себе всё. И дальше что ты создаёшь? Ты создаёшь напряжённую среду вокруг себя. И у тебя эта среда хочет всё отнять. До каких пор ты будешь всё возле себя держать? Пока у тебя есть силы. А когда силы кончились, вдруг все узнают, сколько у тебя квартир, сколько у тебя награбленных денег. И потом дальше ты где живёшь? Ну, под тем же самым небом, но почему-то оно кажется в клеточку. Смотришь, оно в клеточку неба. А то же самое небо всё нормально. Зачем? А чтоб подумал, как дальше?